Сейчас я приглашаю Елену Рулеву, компания Бизар. Компания Бизар наш партнер. И, соответственно, сегодня вы также с коллегами можете побеседовать на тему их сервиса рядышком. Ну а сейчас у Елены есть специальное выступление, потому что она видит, сколько и кто заказывает. Потому что на их площадке постоянно тендеры, закупки. И, соответственно, на тему закупки и производства ритейла в условиях санкций, новой возможности, она даст свою короткую аналитику. Передаю слово. Коллеги, добрый день. Добрый день. Сейчас слышно меня, да? Лучше. Отлично. Да. Расскажу, с какими вызовами столкнулся ритейл, торговые сети, у которых в том числе есть и собственное производство. Мы, как электронная торговая площадка, видели все эти боли, потому что люди бежали, там изменились каналы поставок, бежали, вдруг кто-то поможет. И что-то найдется, да, чтобы наладить свои цепочки. Вот. И какие варианты уже найдены, что еще ищется. Сейчас тогда более подробно расскажу про это. Я считаю так, что основным вызовом собственного производства ритейла было то, чтобы сохранить свой ассортимент и сохранить прибыльность в условиях санкций. Потому что рынок столкнулся с большой волатильностью, с тем, что обрушились привычные нам каналы поставок сырья, ингредиентов, пигментов, технологического оборудования, запчастей, программного обеспечения. Мы не смогли какое-то время платить по нашим торговым контрактам с нашими поставщиками. Начало года, март, апрель – это, в принципе, дезориентация рынка. Да, вот коллега рассказывал, что люди привыкали, не знали, что делать, кто-то пользовался этим, спекулировал. И, соответственно, цены на закупку от поставщиков росли. И чтобы удержать бизнес, многим приходилось покупать по этим ценам, чтобы не сорвать поставки. Даже если кто-то не знал, мы как потребители, например, которые не совсем сталкиваемся с какими-то ингредиентами, оказывается, узнали, что даже в локальных продуктах, которые мы видим на экране, это и сельхозпродукция, и мясная молочная продукция, у нас от 25% до 75% импортной составляющей в себе стоимости, а также высокая зависимость ингредиентов от курса доллара. И мы видим по тому, как бежал ритейл на площадку, например, и искал и удобрения, и семена искали поставщики, и сельхозтехнику, запчасти к ней, упаковочные материалы столкнулись с большим кризисом из-за нехватки производственной химии для производства карбонатных наполнителей. Мы все помним, что даже были проблемы с печатной белой бумагой, все вспомнили, что можно перейти на эко, и в продаже появилась у нас желтая бумага, типа, круто, давайте поддержим экологию, но все потому, что не было пигментов. Производители B2B не могли произвести карбонатные наполнители, многие упаковщики не могли поставить беленую бумагу, там она и в Швеции поставляется и так далее. Ну и также мы заметили большой всплеск потребности. Все стали срочно менять дизайн и упрощать свои упаковки, переходить от 20 цветов. Если раньше закупки говорили маркетингу, что так дорого, давайте подешевле, но это будет некрасиво, то теперь смирились с тем, что, ну, и там 3-4 цвета, ничего круто смотрится. Кто с этим занимался? Поднимите руки. Ну да, на самом деле сейчас уже, вы знаете, год назад, ведь в это время, когда я прозванивала наших коллег, общалась, одно из самых трудных моментов было разговаривать с вами, со всеми, потому что действительно вроде как просто побеседовать, спросить, как дела, а в итоге, ну да, вроде как, и опять год пролетел, да? Вот 3 года назад такие же разговоры мы делали по пандемии, и вот действительно, возвращаясь к старту выступления у Ильи, что да, быстро все привыкают, и вот сейчас уже вроде как кажется, ну, прожили еще один кризис, да? Да, 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 сначала думали, что все, типа жизнь закончена, да? А через 3 месяца уже думали, как стать счастливым на работе, да? Вот. Ну, из всего, из всех новых возможностей, то есть кто-то видит кризис, да, нас как бы бизнес, ситуация на работе всех стимулирует, искать новые возможности, да, потому что мы понимаем в ритейле, что мы не можем увеличивать цены, то есть иначе мы потеряем потребителя, который экономит, у него нет денег, поэтому мы должны что-то срочно заменить, где-то купить в других странах, где-то привезти, вот. Вот, поэтому все компании понимают здесь, что новые возможности этого локализации и в СТМе, да, в СТМе, там, возможно, и высшая маржинальность, вот, и локализация, это все-таки обезопасить свой бизнес от вот различных прерываний, там, санкций, импортных поставок и так далее. Однако, если смотреть на собственное производство, то, там, если мы смотрим техническую часть, там, технологическое оборудование, да, запчасти к ним, то здесь, конечно, российская промышленность сегодня еще не готова будет заменить, вот, поэтому здесь компании идут и ищут альтернативные пути, да, то есть логистические предприятия, которые наладили уже каналы поставок и могут параллельным импортом, либо прерванными транзитами помочь доставить под ключ данное оборудование или запчасти к ним, вот. Многие производители вышли на новые рынки, да, стали налаживать связи вместо Европы и США с дружественными странами, смотрят в сторону Азии, Индии, Таиланда, Китая, страны арабского мира, вот. То есть, если мы говорим о том, что многие перешли, например, на бумагу для этикеток из Индии и Таиланда, да, если мы говорим уже как о пигментах, то простили дизайны, то есть это выставляли тендеры на маркетинг, да, мы увидели, что, например, цены на рекламу, на медийку снизились, вот, однако увеличились запросы на изменение дизайнов, исследований, вот. Вот, если не хватало какой-то упаковки бумажной, да, то искали альтернативы, то есть переходили там на гибкую пластиковую упаковку, да, все компании искали варианты взаиморасчетов со своими поставщиками, там выставляли тендеры и на банковские услуги, услуги эквайринга с другими странами, да, там Казахстан, Азербайджан, Грузия, вот. Вот, и смотрели, например, если, там, те, кто сталкивался с нехваткой оборотных средств, да, если раньше были склонны на то, чтобы покупать, там, погрузчики оборудования, складское торговое оборудование, производственное, да, то здесь совместно с банками рассматривали схемы лизинга, либо отдавали в лизинг уже текущее оборудование для того, чтобы изъять оборотные средства и пустить их на развитие, на закупку нового ассортимента, вот. Если смотреть о том, что конкретно закупал ритейл для своих нужд, да, то вот статистика, то есть 99 наших заказчиков, у нас всего 400 плюс заказчиков, то есть 30% из них – это компании ритейла, провели почти 9 тысяч процедур, и мы видим, что фокус, то есть основное количество, да, это люди пытались сэкономить, диверсифицировать своих поставщиков в строительно-монтажных работах, проектных работах для открытия новых точек, искали новую логистику импорта, пытались привести ингредиенты по сорванным цепочкам поставок, либо оптимизировать тарифы, да, потому что они выросли там в 4-7 раз за счет параллельного импорта. Проблемы в айтишке все столкнулись, это и с терминалами сбора данных, оборудования, пиолицензии, не только для нашей автоматизации наших процессов, да, также для автоматизации нашего оборудования, то есть международные компании стали уходить, перестались поддерживаться, получается, и все думали о каких-то новых надстройках, да, поэтому выставляли стендеры на IT-услуги, которые могут скопировать эти настройки, локализовать их, либо искали аналоги отечественного ПИО. Вот, ну, если мы говорим услуги для бизнеса, там логистика и аутсорс персонала, вот, ну и промышленное оборудование, запчасти, тут, в принципе, если посмотреть на эффективность, то эти категории, в которых рынок продолжает испытывать сложности. Ритейл не только закупал, но и продавал очень активно. Все, кто раньше еще пользовались услугами и платили за вывоз ТБО, теперь стали продавать, и продажи у нас увеличились в два раза к концу 2022 года, да, активно очень продают макулатуру, вторсырье, пленку, вспомнили на складах, что есть неликвиды, то есть стали продавать неликвиды, кто-то оптимизировал свою сеть, открывали новые точки, закрывал старые, перевозил оборудование, вот, и даже продавал складское технологическое оборудование, погрузчики, а кто-то, наоборот, экономил и закупал это для своих открытий. Поэтому тоже вот такая интересная статистика. Ну, естественно, когда мы говорим об автоматизации процесса, да, и экономиях, то это не только закупочные цены, здесь еще и автоматизация нашей работы ежедневной, да, и переход от традиционных закупок к цифровизации помогает экономить не только в ценах за счет поиска новых поставщиков, создания конкуренции, но и сокращает трудозатраты. Поэтому совокупность экономии, ну, может достигнуть 20%, если совместить все вместе, там и лучшие цены, и автоматизацию процессов. Поэтому я представляю Битзара. Битзара – это электронная торговая площадка для коммерческих закупок, да, и мы помогаем полный процесс провести на площадке. Это полностью российское решение, независимое от санкций. Вот, и позволяем проводить и квалификационные отборы поставщиков, тендерные процедуры, открытые, закрытые, можно создать свой пул поставщиков, уторговывать между ними, там, скидки, сроки поставки и так далее. И вот в прошлом году, в ноябре 2022 года, 1С вошел в учредители нашей компании, поэтому мы совместно, как Битзара и 1С, готовы предложить вот нашим заказчикам полную интеграцию и автоматизацию процесса, да, от заявки, то есть не только тендерных процессов, а уже от размещения заявки, например, в системе 1С УХ, да, внедрить туда выбор поставщиков, и затем уже размещать спецификации, проводить оплаты, и все это будет попадать с интеграцией в ERP. Таким образом, у вас возникнет полная прозрачность ваших, как бы, закупок, да, от бюджета до оплаты. Вот, кому интересно данная информация, то есть по QR-коду вы найдете контакты и дорожную карту для интеграции, для работы на Битзар. Совместно с 1С у нас тоже коллеги с отдела продаж на стенде при входе, можете обратиться, у нас Наталья и Оксана сегодня, я также сегодня буду, обязательно поможем, рассказываем, если возникнут вопросы. Спасибо большое, благодарю вас, Елена. Да, вот, кстати, ну вот здесь уже на слайдах было показано, что часть логотипа я видела сетей, которые уже пользуются сервисом, ну вот, соответственно, будет здорово, если мы сможем какую-то еще статистику в итоге добирать, вот, ну какие-то идеи, надеюсь, вы подчеркнули для себя. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok